Сегодня у нас 12 ноября. Тема нашего вебинара использование постоянного тока в аппаратных процедурах косметологии, то есть это гальваническая дозинкрустация и ионофорез. Будем мы разбирать эти методики на примере, естественно, косметики Гильтек и аппаратов, которые для этого предназначены, в данном случае аппаратов Мустанг, которые производит наш отечественный российский производитель, НПЛЦ Техника, научно-производственный лазерный центр, техника. Аппараты зарегистрированы как медицинские изделия, то есть ими активно пользуются больницы, где, собственно, это физиотерапевтическое оборудование чаще даже используется, чем в косметологии. Они же производят один из самых известных лазерных аппаратов для низкоэнергетического лазерного излучения, то есть использование его для лазерной биоретализации. Это Мустанг ГТЧ+. Но сегодня я даже два аппарата вам покажу. То есть это гальвофор, простенький аппаратик, который только для гальваники предназначен. То есть для ионофореза и дозинкрустации гальванической. В физиотерапии ионофорез чаще называется электрофорез. Это одно и то же. А второй аппарат – это известный тоже многим Мустанг Физиомэлт, который может еще делать микротоковую терапию. На самом деле он много чего может в рамках физиотерапии делать, там куча всяких функций. Но в косметологии нужна только функция микротоковой терапии от него и функция как раз электрофореза, когда мы можем сделать как раз те процедуры, о которых мы сегодня будем говорить. Запись вебинара, она, пришлют ссылочку на просмотр, там пришлют на почту. Кроме того, если зайти на наш канал на YouTube, то где-то через несколько дней в среднем, ну как там вебинар сконвертируется, выложат его. Можно будет запись посмотреть. И пересматривать его столько раз, сколько вам захочется. Если вдруг что-то забыли. Кроме того, можно писать вопросы в комментариях как раз на YouTube. Я тоже на них отвечаю. То есть мне их довольно-таки оперативно пересылают и получают оперативный ответ. И в принципе можно к нам на почту, которая в конце будет, ну инфо собачка.гиптекмедик.ру, тоже вопросы какие-то писать, если вдруг они появились. И в теме письма писать вопрос косметологу. И тоже мне пересылают на почту. И я довольно-таки регулярно ее просматриваю и на вопросы отвечаю. Ну поехали. Значит, что такое вообще воздействие гальваническим током? Гальванический ток – это постоянный ток. То есть постоянный ток, он течет от плюса к минусу или от минуса к плюса. То есть в одном направлении. Он не дрейфует туда-сюда, как переменный ток. И поэтому, естественно, требует постоянного электрода пассивного и лоббильного или постоянного электрода активного. И, соответственно, в физиотерапии чаще всего используются стационарные электроды, которые просто накладываются на какой-то участок тела, на который требуется оказать воздействие или, допустим, ввести туда какие-то лекарственные препараты. А в косметологии чаще всего используются лоббильные электроды, лоббильная методика. Электродики у меня тут есть. Они чаще всего выглядят вот так. То есть это у нас активный электрод, это пассивный. И поподробнее потом расскажу, как что с ними обращаться, потому что пассивный электрод пациент обычно держит в руке, и этот электрод оборачивается во влажную салфеточку. А активным электродом мы вводим по коже, в данном случае чаще всего лица, так что мы работаем с лицом. И таким образом, так как у нас все-таки ток довольно-таки агрессивная вещь, и с голой кожей металлическими электродами при воздействии постоянным током именно в рамках ионофореза или гальванической закрустации контактировать не рекомендуется, то тоже должна быть гидрофильная прокладочка. Я сейчас подробнее это все озвучу, расскажу. По поводу параметров. На самом деле, конечно же, с лечебной целью, например, по телу, используется ток порой до 50 мА. То есть это довольно-таки сильный ток. Если дать его на руку или на лицо, то можно, я не знаю, от боли подпрыгнуть до потолка. Кожа тела, она немножечко другую чувствительность имеет. И когда, например, мы работаем пассивными электродами в рамках физиотерапевтической какой-то процедуры, условно накладываем два электрода, паравертебральные, вводим, допустим, какой-нибудь нестероидный противооспалительный препарат, то там, конечно, силы тока используются гораздо больше, чем мы используем в косметологии по лицу. А в косметологии у нас сила тока небольшая. И мы ставим на вот этих вот аппаратах, на каких-то, может быть, нет ограничителей, там, может быть, производитель просто ограничил возможность. Во многих аппаратах есть просто ограничитель, что мы как бы не выкрутили потенциометр, допустим, больше 10 мА, не сможем дать. То есть это такое предохранение от каких-то избыточных и сильных агрессивных воздействий. Здесь мы можем выставить на данном аппарате и выставляем мы ограничения, когда работаем по лицу, 10 мА. На самом деле сама сила тока при воздействии по лицу, лицу, шеи, декольте, кстати, всегда акцентирую на это внимание, и, соответственно, щитовидную железу обязательно мы обходим, любой физиотерапевтической методикой, которая используется в косметологии у нас, щитовидная железа – это табу, то есть мы ее никогда не трогаем. Как правило, не трогаем мы глазное яблоко, область глазного яблока, и не трогаем щитовидную железу. Так вот, на самом деле, сила тока, конечно, будет на 10 мА, гораздо меньше, и выставляем мы ее по ощущениям пациента, и, как правило, средняя чувствительность кожи у рецепторов, у обычного человека позволяет ему вытерпеть от силы 3,5 мА с комфортными ощущениями, потому что, когда мы выставляем силу тока по ощущениям пациента, он должен ощущать покалывание, мурашки, но он не должен ощущать боли и жжение, поэтому, как правило, от 2,5 до 3 мА – это вполне достаточная сила тока для проведения процедуры. Еще есть такой нюанс очень важный. Мы должны сначала приложить электрод активный к лицу, пассивный у пациента в руке, и только потом уже увеличивать силу тока. Почему это делается? Потому что, когда мы резко, допустим, оторвем от лица электрод, или если мы его уже с выставленной какой-то силой тока приложим, может быть момент, когда вот этот ток бьет в очень маленькую площадь соприкосновения, то есть в узкую точку, и, в общем-то, в месте, как говорится, пробоя сила тока значительно возрастает, и таким образом пациент ощущает очень сильный дискомфорт. Это может быть боль, это может быть сильное какое-то жжение, и чтобы этого избежать, есть такое правило основное, когда мы работаем с постоянным током, у нас, когда мы дотрагиваемся до кожи первый раз, у нас потенциометр силы тока на нуле, и когда мы отрываем от кожи электроды, мы должны сначала убрать силу тока на нуле, потом только уже убрать манипулу. Когда мы проводим процедуру, соответственно, мы сначала прикладываем, естественно, через гидрофильную прокладочку к лицу наш электрод, и только потом начинаем выкручивать потенциометром, например, силу тока. И, соответственно, мы провели процедуру аккуратненько, стараясь не отрывать от кожи электрод, обработали всю поверхность, которую планировали, и после этого мы убираем силу тока на нуле, или вообще выключаем приборы тока, после этого отрываем электрод от кожи. Это такой важный момент. Что вообще можно сказать о постоянном токе? Как я же говорила, он течет в одном направлении, то есть эти заряженные ионы, они будут двигаться, то есть ионы именно активных веществ, например, которые находятся в препарате, который мы вводим, например, или по которому работаем. Активным веществом может быть и вода. Вода у нас имеет ион водорода и ион гидроксонии, то есть ион OH-, и это тоже ионы, которые будут, так сказать, разбегаться по разным сторонам и двигаться, соответственно, положительно заряженные к отрицательному электроду, а отрицательно заряженные к положительному. Отрицательно заряженный электрод у нас называется катод, и те ионы, которые двигаются к нему, называются катионами. А отрицательно заряженные ионы, то есть анионы, двигаются к аноду. Анод – это у нас положительно заряженный электрод. соответственно мы выставляем полярность исходя из того допустим что мы собираемся например в кожу вводить или по какому веществу работать как правило то есть это так должно быть те лекарственные препараты или косметические средства которые предназначены для например иона фореза в методических указаниях к ним обязательно должно быть указано с какого полюса их вводить потому что некоторые вещества вводятся с какого-то определенного полюса а некоторые являются биполярным и их можно вводить с любого полюса те допустим препараты которые чаще всего моно компонентные например та же самая гиалуроновая кислота низкомолекулярная наш до сам такой популярный препарат гель концентрат 2 процентной низкомолекулярной гиалуроновой кислотой но это такой золотой стандарт форезов в работе с обезвоженной кожи с антиэйдж какими-то проблемами и здесь однозначно конечно так как это моно компонентный препарат нас гиалуроновая кислота вводится с минусом вот потому что она содержит много отрицательно заряженных ионов вообще на самом деле заряд ионов это как раз те ионы на которые диссоциируют в растворе да соответственно гель это тоже водный раз можно сказать раствор на водный препарат солевой в некотором смысле да на какие и он у нас диссоциируют эти активные компоненты соответственно с такого пользы мы будем вводить то есть если там преимущественно например положительно заряженные ионы оказываются то мы вводим с плюс если отрицательно заряженные то с минуса гиалуроновая кислота это натрий гиалуронат соответственно у него будет достаточно немного положительно заряженных ионов натрия которые ну меньше места скажем так в растворе занимает и будет большое количество отрицательно заряженных хвостов гиалуроната там с анаш с аж группами такой сложной такой структуры химической вот и соответственно так как у нас в этом растворе в этом геле например гель концентрате будут преобладать отрицательно заряженные ионы то мы будем вводить эти препараты этот препарат с минусом почему мы вводим с минусом потому что опять таки мы помним что у нас ток постоянный то есть он течет в одном направлении а так как у нас есть два электрода отрицательно заряженный положительно заряженные то ионы в растворе да по которым мы этими электродами работаем будут стремиться к противоположно заряженному электроду соответственно вводить мы будем с одноименно заряженного электрода то есть для сравнения можно вспомнить например магнитики или какие-нибудь там детские машинки паровозики языке я все время привожу это пример когда у нас отрицательно заряженные ну смысле одноименно заряженные да например минус к минус мы вот эти вот магнитики приставили они будут друг от друга отталкиваться ну и плюс плюс а если мы плюс минусом приставили магнитики тату они раз и притянулись склеились то же самое происходит с ионами если мы возьмем подключим к полюсу отрицательному наш пасть активный электрод то если мы будем воздействовать на кожу на которую нанесен препарат с преобладанием отрицательно заряженных ионов то минус на минус да и вот эти вот отрицательно заряженные ионы то есть активные вещества будут пытаться оттолкнуться от минуса и стремиться будут они попасть к плюсу ну понятно что к руке которая держит пассивный клет они не дойдут они будут уходить в глубь кожи то есть наша задача любого фореза форез это греческого слоя фориопринос это введение каких-то активных веществ в глубокие слои кожи то есть задача преодолеть эпидермальный барьер по хорошему хотя бы роговой слой преодолеть а вот а в лучшем случае ввести например активные компоненты в дерму чтобы туда попасть активным компонентом да и там депонироваться что собственно мы ждем от такой процедуры как иона форез нам нужно задействовать чаще всего пути наименьшего сопротивления то есть это вводные протоки сальных потового железа и фолликулы таким образом проникают как раз глубокие слои кожи активные компоненты естественно много зависит еще и от их собственно физико-химических свойств и от величины молекул то есть если мы низкомолекулярную гиалуроновую кислоту весом молекулярным в допустим 150 килодальтон да или допустим ультрамолекулярную гиалуроновую кислоту из сыворотки интенсив омоложение например мы или там 3d увлажнение мы можем весом от 5 до 20 килодальтон то есть меньше чем окно проводимости кожи мы можем конечно протолкнуть на уровень дермы то например ту же самую высокомолекулярную гиалуроновую кислоту мы никаким форезом то есть никакими аппаратами методиками не инвазивными в дерму протолкнуть не сможем потому что молекулярный вес высокомолекулярной гиалуроновой кислоты как правило больше 1000 килодальтон вот и чтобы попасть и в дерму однобрать его шприц и соответственно уколоть поэтому здесь уже конечно зависит еще и от самих компонентов но самые основные то есть требования до к препаратам это то что это должен быть водный раствор то есть если они содержат масла какие-то жиры то все уже для ион форез такие препараты использовать нельзя эмульгаторы то есть это должен быть гель или сыворотка или жидкость то есть по сути солевой раствор который обладает хорошей электропроводностью препараты должны быть водорастворимые да то есть не должно быть как я уже говорил там масляной фазы кстати если мы работаем с ультразвуком то масляная фаз допустима потому что ультразвуку масло не помеха в принципе вот а электрическому току помеха кроме того особенностью процедуры например иона фореза является возможность именно депонирование активных веществ ну косметических каких-то компонентов из косметики обладающих лечебно-профилактическим каким-то действием либо например препаратов медицинских которые собственно и вводятся такой процедуры как ион форез в физи терапии мы называем электрофорез чаще и собственно используется уже много-много десятилетий кроме того чем хорошо такое воздействие что мы воздействуем локально и для того чтобы насытить грубо говоря больное место каким-то активным компонентом нам не нужно его принимать внутрь или делать инъекцию то есть не нужно чтобы он попадал в кровь из инъекционного препарата или проходил все как говорится круги ада через желудочно-кишечный тракт что там из него всосется непонятно да то есть это к вопросу о том когда часто задают полезно ли пить гиалуронку например в виде бадов возможно полезно но куда организм эту гиалуронку или коллаген решит использовать это уже как говорится от нас не зависит то есть если мы ожидаем от препарата с какими-то гликозами на гликанами допустим улучшение качества кожи или волос и ногтей то не факт что организм решит также поступить потому что у нас может быть допустим недостаток синвяльной жидкости в каких-нибудь суставах и естественно эти этот строительный материал разложившись до аминокислот нашим тонком кишечнике пойдет уже туда где тонко то есть где может порваться поэтому вот так вот а если мы допустим вводим уже локально какие-то активные компоненты в то место где собственно их наибольшей концентрации мы хотим получить то как раз юнофорез для этого очень хороший вариант ну есть еще конечно же форез есть ультразвуковой форез есть электропорации то есть форез с переменным током вот но мы сегодня как раз будем разбирать именно постоянный ток вот что же такое дезинкрустация дезинкрустация это не форез чего-либо да это не форез дезинкрустирующего раствора он не проникает никуда глубоко с поверхности кожи цель дезинкрустации это чистка это разновидность аппаратной чистки лица и соответственно для дезинкрустации используются щелочные растворы потому что щелочь при реакции с липидами кожного сала образует на выходе мыло то есть если кто-то есть имеющий хобби было варенье дарки красивые такие штуки из мыла делать и некоторые не готовые основу покупают а сами варят это мыло то они прекрасно знают что жир в смеси с щелочами получается у нас на выходе или жидкое или твердое мыло и таким образом мы используя постоянный ток щелочной раствор и особенности как раз вот этой процедуры особенности тока по воздействию на кожу через щелочной раствор мы как раз получаем реакцию омоления жила жиров непосредственно на коже отвечу нам это нужно нам это нужно для того чтобы соответственно удалить избыток кожного сала в том числе не просто с поверхности кожи с которым вопрос можем смыть там воспользоваться каким-то средством для глубокого очищения скраба например да вот здесь как раз так как ток у нас способен все-таки глубже проникать чем просто на поверхности кожи свое действие оказывать то мы можем растворить сальные пробки в устьях сальных желез то есть вводные протоки сальных желез немножечко очистить кроме того происходит во время этой реакции воздействие электрического тока протеолиз то есть удаление белка удаление вот этих вот чешуек слущенных потому что у нас на самом деле вот особенно те у кого проблемная кожа это хорошо знают что основной причиной возникновения тех же самых черных точек потом прыщей воспаленных элементов является даже не выработка избыточного количества кожного сала потому что сиборейная кожа например она может и без воспаления быть она просто жирная становится блестящей в течение дня там приходится какие-то мер при принимать предпринимать против этого начиная от каких-нибудь впитывающих салфеток заканчивая матирующими какими-то регуляторными сыворотками которые содержат какие-то сиборегулирующие компоненты или кремы которые содержат какие-нибудь компоненты которые придают хотя бы временную матовость кожи но при этом они не страдают воспалений а вот как раз фолькулярный гиперкератоз то есть когда повышенное роговение идет а роговение идет не только на поверхности эпидемиса но и протоках то есть внутри на стенке откладывается вот этот субстрат из сущенных вот этих вот кератиноцитов все это пропитывается еще кожным салом причем когда есть уже воспаление кожное сало но как правило изменяет свой качественный состав она становится более густым она становится щелочным а у нас патогенный микрофлор очень любит щелочную среду вот и таким образом мы получаем те самые воспаление проблемную кожу поэтому удалить лишние кератиноциты мертвые и удалить избыток кожного сала это как раз две цели которые достигаются при помощи дезинкрустации естественно есть препараты которые без электрического тока позволяют достаточно глубоко почистить кожу например та же самая энзимная маска пектиновая но все знают наверное наш хит любимый всеми вот и естественно можно ее использовать просто как средства для холодного распаривания положить под пленку тоже достаточно неплохо почистит но существуют такие ситуации когда средства для холодного распаривания даже такие комплексные как энзимная маска да не просто гель дезинкрустирующий а именно такой легкий пилинг на основе и ферментов да и папаины и молочной кислоты это может не справиться с закупоренными порами чаще всего это встречается среди молодых пациентов которых пор еще не атоничная такие тугие и даже после очень тщательно распаривание даже с использованием дополнительно каких-то средств цинциллы кислотой руками выдавить ничего невозможно то есть очень сложно и тогда как раз нам на помощь может прийти гельваническая дезинкрустация и говорится если у пациента есть склонность к гиперкератозу плюс закупоривание пор и плюс еще выработка густого кожного сала то на самом деле вот таких пациентов гельваническая дезинкрустация довольно таки оправдана и делать все можно достаточно регулярно не чаще конечно раза в неделю там раза в две недели но такое воздействие как раз помогает вытащить вот эти вот можно сказать пробки как раз и спор если так по простому сказать то есть из усифициальных желез в отличие от дезинкрустации юнофорез это уже введение каких-то активных компонентов то есть мы можем кожу почистить так или иначе да можем предварить процедуру например тем же самым нанесением энзимной маски и массажем по ней а потом уже сделать собственно юнофорез и при юнофорезе как раз активные ингредиенты из вот этого раствора гель и сыворотки попадают через роговой слой уже на более глубокие уровни кожи то есть если у нас с активный компонент попадает например на уровень зернистого слой на уровень базальной мембраны эпидермис это считается что это очень хорошо то есть очень хорошая биодоступность уже этих ингредиентов потому что там они уже начинают работать если мы ингредиент хотим доставить в дерму то как я уже говорила он проникает как правило по путям наименьшего сопротивления то есть через выводные протоки сальных потовых желез волосных фолликулов и там уже он может попасть даже системный кровоток и уже как говорится оказать даже какое-то системное воздействие но конечно все топические препараты они больше работают местно и не надо ожидать от допустим какой-то сыворотки с ну скажем так каким-то активным компонентом код системного воздействия например на вводя на лицо на как вы нибудь сустав на правой ноге вот этого конечно же мы ожидать от них не можем когда мы воздействуем электродом на коже у нас возникают определенные реакции кожи и в зависимости от того какой мы взяли электрод отрицательный или положительный у нас различные как раз реакции идут со 100 со стороны всех структур на которые собственно воздействия и первую очередь это ph то есть под катодом у нас щелочная реакция то есть паш увеличивается то есть паш чем больше цифра на тем щелочнее паш вот нейтральный паш это в районе 6 7 считается вот уже то что ниже это уже кислый паш слабо кислый диапазон просто кислый как бы то что выше 7 это уже идет щелочной паш она джи дает кислую реакцию на кожу когда мы воздействуем с анодом поры естественно катод вообще могу сразу сказать что катод это такой возбудитель возбуждающим действие обладает на все и катод он может дать и раздражение он может дать гиперемию он стимулирует как говорится все на что он действует а нот он такой успокаивающий и соответственно он наоборот будет расслаблять нервное окончание сужать сосуды сужать поры и так далее так вот что касается пор естественно с катода они открываются то есть склонны к расширению поэтому как раз с катодой начинается процедура гальванической дезинкрустации а нот он как раз наоборот подсушивает эпидермис и закрывает поры со стороны сосудов естественно катод вызывает их расширение усиление микроциркуляции как-то как бы улучшение реологии крови да то есть она начинает быстрее течь вот а нот он наоборот сужает сосуды микроциркуляцию можно сказать успокаивает вот это вот все что что наделал катод например если до этого было какое-то воздействие с него то есть он обладает прямо противоположным действием сальные потовые железы да то есть катод он усиливает секрецию а нот снижает когда мы кратковременно воздействием гальваническим током с целью дезинкрустации конечно на нас не волнует то что там может усилиться немножко секреция сальных желез когда мы обрабатываем кожу чистим условно говоря ее с минуса более того если усиливается секреция сальных желез это даже какой-то момент хорошо потому что кожное сало становится немножко более жидким пор у нас раскрывается кожное сало избыток его густого вот этого в перемешку с субстратом отшел что не отшелушенных керотиноцитов выходит и таким образом можем удалить сальную пробку да пассивно поэтому этого нам играет даже на руку вот а нот он наоборот снижает секрецию сальных желез поэтому мы например процедуру гальванической дезинкрустации всегда завершаем обработкой кожи с анода нервное окончание опять-таки катод возбуждает а нота расслабляет поэтому у нас какие-то ощущения более интенсивные под катодом возникают да субъективные у нас может быть гиперемия ну и за счет расширения сосудов в том числе и когда мы потом обрабатываем допустим кожу с анода и все реакции уже уменьшаются повышение чувствительности катод снижение возбудимости опять-таки дает анод опять-таки тоже воздействие на нервное окончание в том числе и со стороны эпидермиса катод вызывает такое явление которое называется гидроосмос то есть притягивает влагу разрыхляет собственно роговой слой эпидермиса то есть поэтому как раз опять-таки с катода мы начинаем с инкрустацию потому что нам важно еще и хорошо разрыхлить эпидермис чем лучше он будет разрыхлен тем проще как говорится избавиться от тех же самых комедонов а нот же он восстанавливает плотность эпидермиса он его подсушивает то есть если катод его разрыхляет и то есть как бы можно так выразиться размачивает то есть происходит его гидротация то эпидермис под воздействием положительного электрода плюсового будет подсушиваться то есть кожа восстанавливает свои свойства барьерную функцию вот такие вот такими свойствами реакциями как бы обладает ткани под воздействием как раз разных популярность электродов вот как я уже упоминала до сила тока у нас во время воздействия гальваническим током не превышает как правило 3 миллиампер но чаще всего полтора два с половиной до некоторые три с половиной на лице выдерживают кас комфортно вот но этот комфорт он субъективен и кому-то полтора много кому три с половиной ну три с половиной конечно всем нормально обычно где-то но 22 с половиной так вот силу только ставится и это уже дает именно как раз те ощущения мурашек и покалывания которые достаточно для воздействия на кожу потому что если появляется боль жжение желание пациента отдернуть лицо или сказать ой или чего-нибудь еще покряще вот то тогда значит что мы превысили силу тока и нам нужно ее уменьшать кожа кстати привыкает к воздействию тока электрического поэтому ну в каких-то определенных разумных пределах разумеется поэтому иногда пока когда мы делаем процедуру пациент может ну его надо конечно спрашивать в диалоге с ним быть постоянно вот он может сказать что да что то я уже ничего особо не чувствую да тогда можно немножко прибавить силу тока то же самое делаем и физиотерапевтическом отделении например когда кладем стационарные электроды поначалу допустим меньше сил тока выставляется до опять-таки ощущений комфортных а потом там через несколько минут можно подойти к пациенту спросить его ощущениях и еще прибавить немножко потому что адаптируется кожа к электрическому току нервные окончания адаптируются и уже можно немножечко прибавить время воздействия на лице шеи декольте за исключением области щитовидной железы подчеркиваю максимальная 20 минут то есть как правило достаточно там 10-15 минут если же мы в процедуре например используем и гальваническую чистку и иона форес тогда мы можем достичь где-то 20 минут потому что чистка у нас будет продолжаться соответственно где-то около 9 минут там 7 минут первый этап и второй этап от 2 минуточки и дальше мы уже какой-то активный препарат можем там 10-12 минут вводить курс процедур естественно если это чистка то по мере необходимости но не чаще раза в неделю а если это иона форес то там конечно уже такие классические принципы физиотерапии действуют и чтобы хорошо насытить ткани депонировать там какие-то вещества нужно все-таки делать почаще эти процедуры и как правило средний курс состоит из 8 или 10 процедур с интервалом от 1 до 3 дней то есть можно ежедневно можно через день можно раз в 3 дня например делать эту процедуру ну тоже зависит тут конечно веществ которые мы вводим в среднем как раз где-то на там сутки трое они депонируются кожу поэтому мы как раз достигаем максимальной возможной концентрации активных веществ в том месте куда мы их вводим значит по поводу того как накладывать электроды как я уже говорила обязательно между кожей при воздействии электрическим током постоянным в миллиамперном диапазоне между кожей электродом должна быть обязательно гидрофильная прокладка это не относится предваряя как говорится вопрос возможный к микротоковой терапии потому что там мы работаем как раз в микро амперном диапазоне а то есть у нас еще раз меньше силу силу тока вот и поэтому там конечно когда мы до там 500 600 микроампер даем ток человек вообще ничего не чувствует и поэтому там никаких реакций не происходит на коже потому что основные этапы процедуры микротоковой терапии делается переменным током они постоянным и как бы там совершенно другие законы и правила вот а что касается постоянного тока и как раз воздействия такого ощутимого сильного то есть в миллиамперном диапазоне здесь обязательно между кожей и электродом должна быть влажная прокладочка под пассивным электродом ну на пассивном электроде скажем так она должна быть пропитана водой а уже на лице эта прокладочка который чаще всего используются вот такие масочки одноразовые вот и она уже пропитывается либо тем веществом которые мы хотим ввести либо каким-то нейтральным электропроводным тоником например тоником с гидролизатом коллагена алоэ вера сам простым лаконичным составом который будет собственно как говорится не мешать активным веществам проникать глубокие слои кожи но будет как раз обеспечить вот эту вот влажную прокладочку естественно коллаген с эластином эстоника вряд ли куда-то дальше рогового слоя мы внедрим а вот те вещества которые более маленькую личную молекулы имеют например гель-концентран с низкомолекулярной гиалуроновой кислотой который непосредственно кожу у нас нанесен перед процедурой под эту масочку до пропитанную тоником вот оттуда компоненты уже зайдут ну что касается гиалуроновой кислоты то даже до уровня дерма значит что мы делаем с пассивным электродом мы берем либо вот такие вот салфеточки ну как правило одноразовые спанлейс они продаются в любых магазинах для косметологов и парикмахеров либо даже в хозяйственных магазинах и вот эти вот салфеточки для из нетканого полотна они очень удобны тем что их не надо чистить и так далее да они одноразовые использовал на одного пациента и выкинул они промакивают с водой отжимаются хорошо и пассивный электрод нас оборачивается в несколько слоев то есть должна быть достаточно толстенькая прокладка ну вплоть до сантиметра там пол сантиметра сантиметра толщиной желательно вот и вот так вот у нас пациент держит чтобы не касался ни в коем случае металлической вот как-нибудь вот так вот части не должно быть такого вот то есть должен зажать в руке естественно все металлические предметы да я щас конечно аппарат включать не буду но если есть на пациенте колечко ремень с металлической пряжкой сережки цепочки все снимается и врачу желательно тоже конечно без аксессуаров быть на это для нас и так понятно работаем и без них вот значит ну если у врача сережки у шахтать не страшно конечно столько он не будет держаться за пациента и или как то к нему прикасаться во время воздействия током значит что у нас происходит пассивный электрод с определенной полярностью держит пациент руке на кожу подготовленную предварительно то есть чем лучше мы подготовим кожу это я про йону форес сейчас рассказываю чтобы не путаться то дезинкрустацию отдельно мы должны кожу подготовить до чем лучше мы уберем какие-то проявления гиперкератоза или просто плохо отшелушенную кожу да не все за собой там регулярно ухаживают и отшелушивают раз в неделю энзимной маской кожу свою кто-то возможно и редко это делает поэтому разная степень гиперкератоза и просто роговение эпидермиса может быть у пациентов поэтому чем лучше мы отшелушим то есть сделаем предуход качественный тем больше естественно активных компонентов у нас глубокие слои кожи зайдет поэтому мы берем очищающий гель например очищаем кожу но чаще гель все конечно знаете наш на кока глюкозиде который без сульфатные очень мягкие два раза можем ему мыть конечно же если пациент пришел в макияже плотном таком серьезным то конечно одного геля чаще будет мало чтобы снять плотную тональную основу с праймером там с каким-нибудь пудрами и так далее конечно тогда лучше какое-нибудь гидрофильное масло еще иметь в кабинете и им снять сначала макияж а потом уже воспользоваться очищающим гелем чтобы дочистить кожу принципе для некоторых видов макияжа подходит мицеллярные растворы да например у нас есть очищающий лосьон это мицеллярный лосьон вот можно какую-нибудь другую мицеллярную воду взять и убрать сначала макияж растворить а потом уже взять очищающий гель и дочистить кожу убрать то что осталось после растворения макияжа это типа вы которые были в мицеллярке при альтрофильное масло они как правило пленочку альтрофильное масло оставляет которое обязательно надо до смыть каким-то очищающим средством уже с водой которая нормально используется пенящимся желательно щадящим легким мягеньким так вот очистили кожу желательно нам сделать глубокое очищение то есть если мы не предваряем юнофорез той же самой гальванической дезинкрустации то мы допустим можем использовать ту же самую энзимную маску то есть мы можем сделать по ней массаж влажными руками что очень удобно да мы и массаж на какую-то технику на пациенте это ему как говорится тоже оказали свой эффект и кроме того параллельно разрыхлили эпидермис немножечко убрали гиперкератоз просто повышенное роговение не всегда бывает да может просто роговевшие чешуйки да то есть не у всех гиперкератоз это я хочу сразу как бы сказать но в общем чем лучше отшелушим тем тем будет лучше эффект до и после вот и когда кожа нас полностью подготовлена то есть масочку мы смыли тоником протёрли кожу мы тогда уже наносим активное вещество которое вводим допустим если но и подбираем его конечно по показаниям то есть если это там допустим кожа которая требует антиоксидантов возрастная зрелая дрябленькая такая можем взять ну наиболее универсальный вариант это с антиоксидантами с витамином c антивозрастной гель нео если кожа еще имеет какие-то ну а тоничная тусклая то есть какая-то ишемия может быть это курильщик вот или просто человек которому не хватает прогулок кислорода и движения активного у него тусклая кожа за счет нарушения микроциркуляции можем взять допустим гель для сухой нормальной кожи нео или допустим может взять даже антикуперозный гель кстати те пациенты которые вводят электрофорезом то есть ион форезом антикуперозный гель это отнюдь не пациенты с куперозом потому что надо сразу понимать мы конечно еще о противопоказаниях хотели у меня как говорится я эту информацию об обобщенно дам но как раз антикуперозный гель можно использовать для электрофореза он предназначен для этого но не пациентам с куперозом как раз те пациенты у кого тусклая тоничная кожа кожа курильщик так называемая да вот как раз им хорошо протонизировать сосуды укрепить их запустить микроциркуляцию активизировать при помощи антикуперозного геля тем более еще дает лифтинг за счет того что у него в составе диметиламиноэтанол то есть домами вот а если мы допустим имеем дело с обезвоженной кожи с возрастной обезвоженной кожи или обезвоженной вследствие каких-то агрессивных воздействий внешней среды мы конечно золотой стандарт вообще любого фореза это гель концентрация низкомолекулярной гиалуроновой кислотой с двухпроцентной чешской гиалуронкой очень качественной фармакопейной который собственно ну в основном и используется для форезов для лазерной биоретализации и таких подобных воздействий домашнем уходе например низкомолекулярный гель концентрат ну не нужен то есть если мы хотим дома использовать пролонгировать результат то мы возьмем уже сыворотки с ультрамолекулярной формы которая электрический ток для внедрения в глубокие слои кожи не нужен туша на размером 5-20 килодальтон а низкомолекулярной гиалуроновой кислоте нужно все-таки помочь аппаратами чтобы ее внедрить поглубже но зато ультрамолекулярная гиалуроновая кислота это фактически кусочки обрывки цепи они работают по принципу заместительной терапии а низкомолекулярная гиалуроновая кислота которая представляет собой ну целиковые молекулы можно сказать размером 150-250 килодальтон они еще и стимулирующим действием обладают когда мы их вводим на уровень дермы они попадают даже небольшом количестве они воздействуют на фермент гиалуронидазу то есть гиалуронидаза их распознает начинает уничтожать расщеплять и соответственно поступает сигнал мозг что своя гиалуронка распадается она была не своя нами введенная а своей допустим был функциональный дефицит и таким образом вырабатывается еще и эндогенная гиалуроновая кислота на самом деле про гиалуроновую кислоту можно говорить много я сейчас не буду на этом останавливаться подробно потому что сейчас еще много исследований на тему воздействия вообще гиалуроновой кислоты разных видов до разных ее длины цепи на самом деле гиалуроновая кислота же не кислота биополимер состоящий из гиалуроновой цепочек и вот от размера вот этих цепочек зависит различное ее воздействие какой-то вид ее до определенный размер будет стимулировать выработку коллагена эластина да какой-то будет работать как заместительной терапии какой-то будет стимулировать выработку эндогенной гиалуроновой кислоты и возможно других гликозами на гликанах хондроитин сульфат это все используется и в медицине тоже так когда у нас например в суставах недостаточности инвиальной жидкости вот и допустим та же самая фармакопейная очень хорошая по качеству гиалуроновая кислота которую мы например используем в препаратах топических она же после определенных мероприятий по юстилизации используется например производителями лиционных препаратов например для внедрения в сустав вот поэтому качество гиалуроновой кислоты тоже имеет значение биосинтетическая гипоаллергенная гиалуроновая кислота это уже такая серьезная гиалуроновая кислота а та гиалуроновая кислота нативная которая из петушины гребни делается это конечно ей в общем место только в наружных каких-то недорогих средствах в виде высокомолекулярные формы конечно выводить куда-то ее не аппаратами не шприцами инъекциями лучше не стоит да слава бог гильтег работает уже больше там 15 до 17 лет с одним очень известным чешским производителем гиалуроновой кислоты как сырья да и в общем я надеюсь что никакие никакие политические ситуации не помешают нам дальше продолжать сотрудничество и использовать вот эту качественную гиалуроновую кислоту в своих препаратах соответственно накладываем мы на лицо подготовленная гель который собираемся вводить после этого мы накладываем гидрофильную салфеточку мы можем пропитать пробрызгатель кисточкой пропитать обычным тоником простым самым можем какой-то использовать например если мы работаем по гелю для жирной кожи просто вот работаем с пациентом например с акне да в ремиссии хотим чтобы побыстрее него там пост акне рассосались мы ему допустим делаем курс процедуры с 10 процедур с тонизирующим гелем или с гелем для жирной кожи тогда можно пропитать например тоником для жирной проблемной кожи который тоже содержит гомомилис содержит собственно хорошо электропроводный суэропан содержит то есть можно его использовать качестве пропитки вот и уже по масочки мы будем катать лобильным электродом значит если у нас вот это этот эта часть электрода не крутится да то есть это не бочоночек а такой грибочек то тогда что мы делаем мы берем такую же салфеточку которую мы оторвали от рулона до пропитываем ее тоником и в один слой вот так вот при помощи резинки закрепляем на манипуле вот и тогда уже у нас на кожу будет нанесен гель активный который мы собираемся внедрять и уже мы будем обрабатывать просто по массажным линиям такими движениями вот таким образом да то есть не кладем салфетку на лицо а просто по гелю работаем салфеточку нас на электроне вот а если он крутится соответственно да то нам удобнее по салфетке катать которая лежит на лице пропитанная понятно да здесь если вопросы есть сразу давайте вдруг там что-то я не непонятно вот вы не стесняйтесь разговаривать со мной вот и задавать мне вопросы для этого у нас собственно вебинар и проводятся чтобы можно было режиме реального времени какие-то нюансы узнать существует еще такой метод который называется полумаска берганье честно говоря в косметологии она не используется практически но и и теоретически можно конечно делать и сделать ее даже можно самим взять стационарный электрод который представляет собой как правило кусочек только проводящей резины обернуть его влажный хорошо пропитанный вот такой масочкой то есть нас лежит там электрод до подключен и одна половинка лица да у нас задействуется на противоположное плечо мы крепим например или в руку даем пассивный электрод и таким образом можем допустим там по 7 по 10 минут на каждой стороне вводить какие-то тоже активные вещества через гидрофильную прокладку но все-таки в косметологии мы привыкли работать не стационарными а активными электродами то есть по лобильной методики то что мы дополнительно еще по массажным линиям работаем да мы спускаем допустим вниз наши движения идут до по ходу лимфатических сосудов то есть мы еще механически даем эффект такой лимфодренажный потому что если мы обрабатываем лицо да мы как говорится катаем по массажным линиям обходящийся витку естественно не отрываем я показываю без прокладки на всякий случай акцентирую на это внимание то есть мы вот обрабатываем вот таким образом допустим лицо да и часть шеи до боковой поверхности не обрабатываем естественно только по костному краю орбиты мы работаем с областью вокруг глаз да то есть и можем вот как раз вот эти вот спускание вниз в сторону региональных крупных лимфоузлов подключичных и надключичных в сторону и говорится грудного протока мы можем как раз что дополнительно механический давать лимфодренаж ну и не забываем что мы сначала выключаем аппарат потом оторваем от кожи электрод вот это что касается такого метода как пол масочка 10 раз я сделал фотографию как собственно нужно сделать вот но это не особо нужно и кстати вот вам тоже такой лайфхак его тоже в вебинарах обычно стараюсь повторить не забыть мы можем оборачивать пассивный электрод вот такой прокладочка да и выкинуть потом а можем взять вот такие вот изгубчатый такого материала целлюлозного ну вот как тряпки которые продаются форма со стола влагу собираем вот из этих тряпочек как раз делаются сумочки так называемые для пассивных электродов для или активных электродов то есть для стационарных электродов в больнице как правило вот эти губочки пропитываются лекарственным средством да потом они стираются стерилизуется и собственно используется заново так вот для пассивного электрода можно сшить такие же сумочки просто эту тряпочку мы делим на прямоугольнички эти прямоугольнички с трех сторон сшиваем получается такой узкий кармашек в этот кармашек мы засовываем наш электрод пассивные да и даем вот эту вот штучку в руки пациенту тоже достаточно удобно кто часто проводит например и на форес и например экономит салфетки одноразовые то можно сделать вот такие штуки замачивать их потом в конце смены в каком-нибудь стерилизующем растворе в том же самом алминоле промывать и потом дальше использовать вот значит по поводу электродов вот как раз такие электроды как у меня как раз они с насадочками сейчас попробую стрелочку взять вот эти вот насадочки могут быть на них навинчиваться может быть изначально у вас например аппарат с такой с таким грибочком да а может быть уже вот такой как у меня бочоночек который катается и соответственно если у нас насадка не катается мы оборачиваем ее а если у нас насадка катается мы кладем гидрофильную прокладку на лицо по поводу против показаний да не давайте мы сначала про дезинкрустацию вам как говорится поподробнее скажу потому что дезинкрустация имеет свои нюансы по поводу противопоказаний мы чуть позже сейчас рассмотрим их значит что мы делаем когда нам нужно сделать дезинкрустацию мы берем щелочной гель гель для дезинкрустации если у нас очень тугие поры очень сильно выражен гиперкератоз грубая кожа да мы можем усилить эффект гливанического тока предварительно сделав например энзимную маску можем положить например на 10 минут или даже на полную как говорится экспозицию на 15 минут энзимную маску потом смыть ее нанести дезинкрустирующий гель под пленку и по нему уже проводить процедуру потому что дезинкрустирующий гель у него более нейтральный состав он содержит в общем-то сок алоэ вера поливинил пиролидон ну как детокс такой компонент и как раз дающий тоже разрыхление и собственно соли калия поэтому он может достаточно долго на коже быть не вызывая какого-то раздражения энзимную маску кэш и дольше там 15 минут держать не нужно передерживать ее и плюс у нее кислый паж вот поэтому по ней мы не можем делать глиническую дезинкрустацию а вот по гелью дезинкрустирующим можем но иногда просто настолько вот закупоренный пор и выражен гиперкератоз кожа грубая и мы ну не хватает силы например обычного дезинкрустанта неважно наш гельтековский какой-то еще да они чаще всего или там на мочевине или на тот же самый поливинил пиролидон или просто какая-то гелевая основа там мало гель алоэ например берется вот и не хватает его разрыхляющей способности тогда можем усилить сначала сделать земную маску потом уже сделать дезинкрустацию положив вот этот вот дезинкрустирующий гель уже аппаратом почистить имейте это ввиду потому что очень часто бывает особенно когда стали пациенты без косметолога покупать профессиональные средства в уход берут гель дезинкрустирующий и например действительно мы же не видим самого пациента кто его купил у него может быть действительно очень выражен гиперкератоз сокупорены поры он может сто лет не отшелушивался и он берет дезинкрустирующий гель потом например на какого-нибудь покупает его у дистрибьютор или еще где-нибудь там на маркетплейсе вот и потом пишет что он ему не разрыхляет хорошо а он еще и под пленку и норы сегодня кладет потому что не заслужился залезть на наш сайт и посмотреть например видео обзор на этот препарат или там прочитать хотя бы инструкцию и получается вот такие вот завышенные ожидания или вообще как бы неправильное использование которое приводит к тому что препарат получает какие-то негативные отзывы на самом деле человек просто его неправильно использовал салат посахарил вместо того чтобы соль туда посыпать аллегория вот метафора на самом деле дезинкрустирующий гель это классический гель для холодного распаривания применяется для аппаратных чистых для всех видов и наносится под пленку чтобы разрыхлить если его мало как говорится действия мы считаем как специалисту я оцениваю на состоянии кожи то я могу сразу допустим сказать кому нужно предварительно энзимную маску сделать кому не нужно и соответственно уже когда мы нанесли гель дезинкрустирующим мы начинаем проводить саму гальваническую дезинкрустацию для этого мы настраиваем аппарат ставим ограничения там на 10 миллиампер и кладем на лицо салфеточку пропитанную предварительно тоже щелочным лосьоном для дезинкрустации вот гальваническая дезинкрустация это та процедура в которой лосьон необходим потому что например ультразвуковую чистку мы в принципе можем сделать и без лосьона понятно что он немножко разрыхляющим действием таким тоже обладает у него такой же точно состав как у геля дезинкрустирующего только он жидкий а гель густой но например при ультразвуков при чистке ультразвуком нам в общем то среда ph среды до щелочная она не важно не принципиально то есть мы можем тоник для жирной кожи взять и побрызгать например перед скраббером чтобы у нас лучший эффект квитации был здесь же нам обязательно нужен щелочной раствор то есть как бы это как раз лосьон цинкрустирующий некоторые спрашивают тоже а может лучше там я соду разведу и получу щелочной раствор но это чревато тем что можно получить раздражение кожи потому что во первых не факт что прямо точно мы пойдем в концентрацию если будем сами разводить соду пищевую и кроме того но она действительно не очень приятная даже но раз рот получишь или горло сода и потом края у краев рта возникают кайт хелит там ли какое-то раздражение шумушение то есть понятно что можно конечно совсем уж если там голь на выдумке хитрая ничего нет это сделать но не факт что вы не получится раздражение кроме того лосьон цикрустирующим предназначен все-таки и для дезинкрустации с другой стороны содержит успокаивающий компонент соколой веры тоже важно все-таки он как бы лежит достаточно долго на коже 7 минут и в это время мы еще и воздействуем электрическим током вот и сокола вера он не дает собственно тот который содержится и в гелии в лосьоне он не дает кожи уж очень как говорится раздражаться сильно от этой процедуры значит мы пропитываем лосьоном цикрустирующим салфетку кладем на лицо и чистим сначала 7 минут с минуса с катода по щелочному гелию лосьоном после того как мы обработали все лицо по щелочным средствам мы убираем эту салфетку щелочную мы хорошенечко смываем просто водой там без помощью средства смываем с кожи остатки геля лосьона и остатки извиняюсь остатки омыленных жиров наших триглицеридов кожного сала и остатки тех орговых чешуек которые мы разрыхлили вот и соответственно дальше нам что нужно сделать нам нужно нейтрализовать все возбуждающие реакции которые под катодом возникают подсушить эпидермис сдвинуть ph кожи опять в кислую сторону и судить поры до этого мы берем опять-таки новую такую масочку пропитываем ее ну совсем если хочется сэкономить просто кипяченой водой если хотим еще ну дополнительно какой-то благоприятный воздействие на кожу оказать можем взять тоник для чувствительной кожи с гидрозатом коллаген алоэ вера мы можем взять тоник для проблемной кожи то есть для жирной проблемной кожи на который по сути тоже является балансирующим тоником мягеньким принципе для всех типов кожи на самом деле подходит содержит гомомелис просто как сиборегулятор поэтому в линии антиакне находится тоже можем его взять и по нему мы две минуты обрабатываем то есть второй этап дезинкрустации две минуты обрабатываем мы кожу с плюса по водичке или по тонику вот и вся процедура гальванической дезинкрустации 7 минут с минуса по щелочному гель и лосьону и две минуты с плюса по воде или тонику нейтральному электропроводному естественно вот и дальше мы можем уже после обработки например по воде мы должны тоником протереть лицо пабра после обработки по тонику можем уже ничем не протирать да просто остатками салфетки смыть остатки тоника если они есть на лице и вот у нас собственно гальваническая чистка завершена дальше можно например приступить к ионофорезу то есть нанести на кожу подготовленную уже какой-то активный гель например гель для сухой нормальной кожи нео накрыть опять-таки салфеточкой пропитанной ну если мы вводим гель для сухой нормальной кожи нео конечно имеет смысл салфетку пропитать лосьоном концентратом нео который является в общем-то в чем-то аналогом этого геля только более концентрированным и в жидкой форме находится но вы наверное многие знаете мою любимую маску которую я показываю обычно семинарах там и очень люблю завершать и всякие процедуры особенно для чувствительной кожи лентеич это как раз гель для сухой нормальной кожи нео салфеточка одноразовая масочка вот этот вот лосьон который мы пропитываем салфетку сухой полотенчика сверху и вот этот компресс он дает как раз эффект фарфоровой кожи когда у нас такая беленькая ровная кожа сузились сосуды покраснений нет очень хорошо после чистки и делать как успокаивающую маску устанавливаешь но опять-таки естественно гель для сухой нормальной кожи нео является аппаратным гелем мы прекрасно можем вводить его например ион форезом как вводить препараты которые являются биполярными или но имеет такой неоднозначный состав то есть часть компонентов мы знаем что вводится гальваническим током а часть но непонятно вводится не вводится к сожалению косметологии это сплошь рядом встречается если в физиотерапии мы в основном монокомпонентными какими-то работаем составами либо составами в которых однозначная уфоретичность этого допустим смеси этой доказана то в косметологии очень много комплексных препаратов и понятно что если мы знаем что гиалуроновая кислота например низкомолекулярная вводится с минуса мы ее будем вводить с минуса если мы знаем там допустим что сок алоэ вера является пиполярным и можем вводить его с любого полиса но есть комплексные препараты и в косметологии допускается такое введение при ионофорезии как последовательными ну как бы физиотерапевты мы можем немножечко так скептически и смеяться над этим но не то что смеяться конечно это имеет место быть такой способ да но физи терапии конечно принято что если биполярное вещество можно вводить его с любого полиса вот в косметологии используется последовательное введение когда мы по 5 минут или там по 10 минут с каждого полиса начиная с минусу естественно так как он возбуждающим действием обладает заканчивая плюсом так как он успокаивающим действием обладает вводим какой-то активный препарат у которого но нет однозначных каких-то вот однозначного какого-то мнения даст какого пользу вводить то есть там есть и в растворе ионы положительно заряженные и отрицательные каких там больше или меньше да приблизительно порно вот поэтому вводится из минуса из плюса и серии что-то да зайдет как говорится вот на самом деле можно немножко скептически к этому относиться да что то вообще не зайдет останется на поверхности в силу того что допустим имеет очень крупную молекулу и предназначена например для того чтобы образовать определенную текстуру этого препарата который еще и можно в домашний уход например назначать или другими методиками какими-то в других методиках использовать но есть компоненты которые действительно могут внедриться в глубокий слое кожи и почему бы этим не воспользоваться вот поэтому у нас два варианта если четко прописано в методических указаниях с какого полюса вводить мы вводим с того полюса какого прописано например гиалуроновую кислоту с минуса если же в методических указаниях написано что это препарат биполярный или что у него последовательное введение то есть плюс пять минут с плюс пять минут с минус или там 10 минут с плюс наоборот сначала с минуса потом с плюса или там 10 минут с минуса потом с плюса но 5 или 10 минут это зависит от того какую поверхность мы обрабатываем одно лишь лицо или еще шеи декольте да то есть понятно что если больше площадь то естественно и время будет у нас уже ближе к максимальному да то есть до 20 минут может доходить вот собственно вот такая вот история да то есть если есть вопросы вот этот такой нюанс немножко скользкий да по поводу плюсов и минусов не стесняйтесь пишите мне сдавайте их я еще раз проговорю если что-то вдруг непонятно вот а то я от вас не слышу обратной связи и не знаю доступно я объясняю и вообще полезна эта информация или нет так что тоже там что-нибудь напишите вот значит после того как мы осуществили какую-то процедуру да соответственно мы уже протокол то в конце я приблизительно и дам мы можем допустим завершающую маску какую-то нанести и финальный крем вот что касается противопоказаний когда мы делаем любую аппаратную процедуру естественно мы должны выяснить нет ли у человека противопоказаний к ним к любым физиотерапевтическим воздействием косметологии является противопоказаниями выше перечисленных перечислен на этом слайде состояние на самом деле у всех практически методик они идентичны но единственно что для электрометодик больше акцент еще делается на именно наличие каких-то металлических конструкций тех же самых дентальных имплантов или каких-то элементов остеосинтеза до каких-то металлических частей да в теле в костях там еще что-то допустим те же самые золотые нити которые бывают еще встречаются введенные когда-то там говорится в середине двухтысячных когда это еще было модно водить и собственно конечно да таким пациентам делать процедуру связанной с электрическим током нельзя это относится к ион форезу закрустации к гальванической и к электропорации в том числе и к рефлифтингу например вот к миссимуляции тоже ну то есть все что с электрическим током связано ультразвук как раз не является каким-то таким как говорится препятствием эти наличие металлических имплантов для воздействия ультразвуком вот а из общего это как раз онкология когда мы не можем никакие процедуры в рамках именно косметического эстетического такого на эстетической направленности применять беременность естественно какие-то воспалительные процессы острые или обострение обострения хронических это какие-то хронические тяжелые заболевания я не буду прям все их перечислять но это понятно что со стороны сердечно-сосудистой гептобилярной системы могут быть действительно тяжелые состояния декомпенсированные а могут быть и частично компенсированы например как тот же сахарный диабет вот но например аппаратные процедуры конечно для хронических больных достаточно тяжелых мы не проводим несмотря на то что они бывают и в миссии конечно же тоже хотят заниматься эстетикой но при этом надо давать предпочтение все-таки не физиопроцедурам которые им нежелательно делать а каким-то другим безаппаратным например методикам вот соответственно какие-то нарушения кожной чувствительности тоже являются в данном случае да если для утрозвука может быть и нет а для электрического тока так как мы выставляем силу тока по ощущениям пациента это является абсолютно противопоказанием ну и с другой стороны нарушение кожной чувствительности в области допустим лица это может говорить о допустим неврологической патологии какой-то да который сама по себе будет являться противопоказанием к воздействию электрическим током то есть аппаратом каким-то вот естественно противопоказание к вводимому веществу есть на него есть аллергия да не нужно вводить витамин c и там допустим аскорбиновую кислоту если у человека аллергия доказаны на цитрусовые вот и при куперозе мы не работаем электрическим током в миллиамперном диапазоне то есть микротоковая терапия наоборот является процедурой выбора для улучшения микроциркуляции и укрепления сосудов а вот электропорация рф лифтинг иона форес галиваническая цинкрустация все вот эти методики они как раз при куперозе не показаны ну и наличие кардиосимулятор разумеется вот водителя ритма искусственного значит по поводу показаний ну понятно что галиваника в основном используется как это мы уже обсудили либо как отравматичная чистка в составе отравматичной чистки когда мы фактически не можем да у пациента много воспалений каких-то да спящих и не спящих пустулезных папул и мы не можем его чистить руками классическую чистку мануальную сделать или там комплексную мы делаем отравматичную чистку сначала чистим допустим либо делаем холодное распаривание зимной маской и одновременно это является легким пилингом либо мы делаем допустим как раз галиваническую дезинкрустацию руками мы ничего при этом не чистим дальше делаем глиняную маску далее дальше делаем успокаивающую маску например вот то что я рассказывала из геля для сухой нормальной кожи нео лосьон концентрата нео кстати если вдруг кому интересно как делается эта маска и не были еще у нас на канале гильтек в ю тубе где будет этот вебинар потом выложен соответственно можно зайти на канал найти там процедуру называется она супер увлажнение по моему если не ошибаюсь там я просто показываю на пациентке как делается процедура такая экспресс на выход массаж под земной маски и вот потом как раз делаю где-то на двадцатой минуте эту маску можно прям подробно посмотреть кстати как делать то ли то закопилинг тоже у нас видео есть тоже можно посмотреть вот что касается гальванической загрустации мы уже обсудили когда тугие поры жирная кожа плохо отшелушивается плохо выходят как говорится вот эти вот массы из пор то есть закупливается вот этим субстратом не осушенном в смеси с густым кожным салом вот как раз гальваническая загрустация здесь очень показано а иона форес это уже как тоже мы с вами уже обсудили это уже процедура внедрения активных компонентов глубокие слои кожи то есть и по показаниям то есть проблемная жирная кожа гель для жирной кожи пектиновый гель например есть с повышенной чувствительностью жирной кожи очень хорошо гель для зрелой кожи форма 1 с двухпроцентным алоэ подходит если это антиэйдж то это конечно же все препараты серии нео если это тоничная тусклая кожа тоже вот гель для сухой нормальной кожи на очень хорошо подходит или антикуперозный гель если это допустим кожа после например инсоляции после отпуска человек приехал до бывает тоже такая дрибловатость мелкие морщинки пошли очень хорошо как раз обезвоженность убирает гель концентрации с молекулярной гиалуроновой кислотой и очень хорошо в этом случае гель антивозрастной неос антиоксидантами с панктоном с веным чаем и с витамином c использовать вот то есть эти препараты можно вводить гальваническим током вот из протоколов да если никаких вопросов нет я тогда вам протоколы скажу и в общем принципе у нас осталось немного и мы разберем вот эти протоколы и я вам напомню промокод на скидку конце который вначале я говорила и собственно если какие-то будут вопросы мы разберем единственное что до протоколов я хотела вам показать такой нюанс один который будет полезен наверное тем у кого тоже аппараты mustang вот если это интересно конечно вот например если у нас обычный гальвофор да вот такой вот аппарат здесь мы в принципе у него тут особо устанавливать даже нечего мы выставляем диапазон 10 миллиампер это ограничитель то есть мы все равно силу току будем по ощущениям пациента вот потенциометром регулировать и соответственно мы полярность можем менять эти плюс минусом меняется местами то есть этой кнопочкой можем менять полярность допустим и делаем дезинкрустацию нам не нужно перетыкать электроды мы просто полярность поменяли уже работаем санода например две минуты после второй этап вот здесь время мы устанавливаем и соответственно нажимаем пуск когда уже электроды приложены к какому-то не особо чувствительному участку кожи для того чтобы выставить силу току и дальше обрабатываем помним что гидрофильная прокладочка всегда у нас на лице лежит вот ну и вот здесь у нас аппарат выключается а есть у некоторых аппарат который называется мустанг физиомелд который многие покупают для того чтобы делать микротоковую терапию но не все кто купил физиомелд знают что у него есть целый блок физио методик которые находятся в другой директории на самом деле для некоторых я просто сужу по нашим семинарам очным и и сокровением что у этого года аппарат например а он не знал что там еще электрофорез можно им делать так вот когда мы заходим в режим не значит попробую вам показать будет видно микротоковой терапии называется косметологии мт да то есть мы его включаем и выпадает этот режим если мы его выключим сзади кнопочкой дам возьмем зажмем вот кнопочку вот эту вот программу она нужна в принципе для того чтобы свои программы там делаться не все этим занимаются конечно но как вот эту кнопочку мы зажимаем и включаем основную кнопку и у нас получается мы попадаем в режим физиотерапия и косметологии мт и вот здесь мы можем выбрать уже режим физиотерапии выбираем кнопочкой в да и вот здесь то вот тут-то наш гальванизация электрофорез и появляется то есть мы спускаемся на вот этот вот уровень гальванизации электрофорез выбираем его выбор нажимаем и соответственно можем делать процедуру с электрическим током я почему на этом решилась акцентировать внимание потому что многие имеют этот аппарат и не знают что там есть такая функция оказывается значит у елена вопрос хочу докомплектовать роликов через гильтек к сожалению нет потому что гильтек уже очень давно не занимается продажей аппаратов но производитель мустанг это москва причем они находятся территориально недалеко от нас тоже тут на варшавке них есть сайт mustang med.ru вот и можно там дозаказать вот этот комплект электродов он стоит там по моему если не ошибаюсь в районе трех тысяч рублей как раз для того чтобы на мэлте делать гальванику то есть делать дозакрустацию и инфорез вот раньше они комплектовали электродами не собственного производства если не ошибаюсь фиабовские электрода они только единственно перепаивали вот эти вот сами джеки вот эти вот которые для мустанга предназначены вот сейчас они по моему даже вообще сами производят их уже давно и в общем ничего сложного этих электродах нет можно спокойно через них их купить вот докупить у вас будет целый полный комплект а щас вам напишу на самом деле если вы забьете в яндексе просто нплц техника то у вас выйдет их если не ошибаюсь вот так по моему сайт выглядит но проще по производителю даже найти наверно нплц техника вот и у них соответственно вот эти все аксессуары к аппаратам продаются значит понятно да с этими всеми процедурами дальше мы с вами подробности разобрали противопоказания разобрали по поводу протоколов не за что или вот значит если мы хотим сделать например процедуру антиакне или сиборегулирующий уход или очень часто такая процедура например востребована если у нас есть уже акне в ремиссии но есть элементы поста акне такая какой-то ну такая несбалансированная в общем-то кожа неспокойная которая склонна к воспалениям мы можем допустим сделать ряд таких вот сиборегулирующих процедур например с последующей успокаивающей процедуре то есть мы очищаем с гелем очищающим лицо потом используем тоник для жирной проблемной кожи для тонизации для выставления ph после этого мы делаем как раз холодное распаривание дезинкрустирующим гелем так как жирная кожа нас чаще всего особенно в молодом возрасте обладает тугими порами как раз здесь хороша гальваническая дезинкрустация то есть по гелю дезинкрустации салфеточку смачиваем лосьоном щелочным дезинкрустирующим 7 минут с минуса потом смываем потом две минуты с плюса по водичке или по тонику тому же самому для жирной проблемной кожи например убираем избыток кожного сала и мертвые керотиноциты и дальше мы берем геля жирной кожи или например пектиновый гель можно еще вводить и соответственно вводим путем иона фореза в зависимости от препарата смотрим соответственно как его вводить какого-то определенного полиса или последовательно тоже по пять минут сначала с минусом потом с плюсом дальше мы делаем по рассуживающую маску если это нужно да иногда можно не делать ее то есть если это как бы такая отравматичная чистка все-таки то тогда маску делаем а например трофорез можем не делать а если это именно такой уход большим акцент делаем на электрофорезе геля для жирной кожи там с гомомелисом с сиборегуляторами то тогда можем этап маски с коленой пропустить и дальше мы делаем всегда успокаивающую маску устанавливающую как раз вот с гелем это сухой нормальной кожи нео смотрим как ее делать на видео процедура экспресс процедура супер увлажнения у на канале кстати если кто не подписан наш канал подписывайтесь я там достаточно активно на вопросы отвечаю ребят мне оперативно их пересылают вот поэтому принципе общение продолжается всегда даже после вебинаров иногда даже вопросы поступают каким-то старым вебинаром или к влогом нашим который мы для пациентов обычно снимаем ну то есть для людей без такого прям специфического образования косметологического у нас есть влог короткометражное видео как раз где больше акцент делается на уходе за кожу вот ну и всякие проблемы так обсуждаем там различные связанные с косметологией вот и соответственно вот из этих двух препаратов может сделать отличную успокаивающую маску и дальше мы завершаем процедуру каким-то средством которое предназначено тоже для жирной проблемной кожи чаще всего это либо стопок на если есть еще воспаление или пациент использует стопок на перед домашнем уходе с золоиновой кислотой если бы регулирующий компонентами можем гелем пектиновым с кислым по аж закрытили демотеном серой например а можем взять нашу новиночку альфа дерм ну и хорошо бы конечно пациент и еще и дома использовал например это препарат с комплексом кислот то есть там основной ингредиент активно это миндальная кислота в количестве пяти процентов и комплекс аха кислот тот же самый как в нашем ахатоники только в количестве не четырех а пяти процентов которые сейчас я попробую показать с ними тут где-то я ее принесла вот альфа дерм на самом деле рекомендую естественно не только для проблемной для жирной кожи как раз больше для кожи гиперкератозной для кожи с поверхностной пигментации для собственно кожи обезвоженной которая еще и склонна к гиперкератозе за счет этого обезвоживается плохо удерживает влагу то есть это кислотное средство но там 10 процентов кислот это не пилинг это именно для регулярного ухода либо несколько раз в неделю либо иногда каким-то более кратким курсом можно даже ежедневно и ежевечерне использовать вот медиан такую легенькую совсем текстуру такой вот легкий прям буквально сыворотка oil free естественно без жиров вот она и соответственно можно ее говорится использовать в общем в разных ситуациях когда нужны кислоты помимо кислот она содержит комплекс аквак силы дымает дымает дает лифтинг но она не то что прям вот такой антиэйдж 35 40 плюс как ретидерм с ретинолом с либо самальным а это как раз и для молодой кожи подходит вот средства значит дальше у нас протокол здесь тоже обычная в вебинарах семинарах про гальванику его указываю это глубокое увлажнение то есть здесь у нас естественно будет активным препаратом гель концентрат с низкомолекулярной гиалуроновой кислотой его мы вводим с отрицательного полиса 10-15 минут после того как мы подготовили кожу например при помощи массажа влажными руками по энзимной пятиновой маске вообще универсальный предуход такой практически перед каждой процедурой можно делать его но я имею ввиду не перед каждой процедурой если мы ежедневно делаем курс а перед разными видами процедур уходовыми да очень хорошо делать массаж по энзимной пектиновой маски вы сразу получаете до и после очень такой как бы а выраженный разницу соответственно если мы делаем курс процедур каких-то да вводим при ту же самую гиалуроновую кислоту на обезвоженную кожу пер 10 процедур через день то тогда мы будем энзимную маску делать то есть готовить кожу отшелушивать ее на первой пятой и десятой процедуре то есть где-то не чаще одного но максимум двух раз в неделю эта земная маска используется в том числе в домашнем уходе для регулярного такого отшелушивания особенно для профилактики черных точек любят использовать ну и у кого вообще склонность гиперкератозы и вообще для любого даже нормальной кожи как регулярный такой уход глубокое очищение вот но не чаще двух раз в неделю после электрофореза то есть ион фореза мы делаем опять-таки маску мы можем допустим сделать успокаивающую маску можем положить альгинат на сыворотки на активный например нанести миорелакс на места с гипертонусом мимических мышц то есть лоб переносится межброви вокруг глаз можем на все лицо положить сыворотку с ультрамолекулярной гиалуроновой кислотой с пептидом дифопарином который увеличивает уровень влажности то есть который предназначен для очень сильно обезвоженной и чувствительной кожи да там еще сок алоэ вера входит вот можем положить сверху альгинатную маску например на 20 минут и так закончить процедуру а дальше уже нанести какой-то завершающий крем например антиоксидантный коктейль витаматрикс с ветоотражающими частичками и витаминами аце и вот дальше мы как говорится в общем в принципе по разному можем поступить на вот этом этапе маски да можем коллагеновый лист использовать можем биоматрикс использовать то есть все что вы считаете нужным пациенту на этапе маски сделать в принципе после внедрения гиалуронки но гиалуронка дружит со всеми как говорится препаратами поэтому мы можем любые сыворотки наносить потом которые нужны пациенту и любые маски используют даже кремовую питательную маску можно использовать если допустим пациент сухая кожа и он любит кремовые маски значит если кожа возрастная тоничная с выраженными признаками старения да или фотостарение или хроностарение то тогда мы можем например использовать для иона фореза препараты серии нео антивозрастной гель нео гель для сухой нормальной кожи нео манипулу или масочку который лежит в лице мы смачиваем в лосьоне концентрате нео который десятипроцентный липосомальный дегидрокверцитин содержится естественно ну там еще куча экстрактов всяких наподобие тех которые гели для сухой нормальной кожи нео тамарника плюс бузина постельницы лекарственная мальва огурец то есть это такие вазы активные экстракты и стимулируют они обновления хорошо вот и в общем все они направлены на так называемое омолаживающее действие то что такое омолаживающее действие это заставить возрастную кожу вести себя как молодая вот тем же сам ретинол например занимается фактически вот и дальше мы например после того как сделали иона форез естественно предваряем процедуру тот же самый интимной маской массаж потом делаем иона форез по каком-нибудь из препаратов серии нео не дальше делаем например альгинат или коллагеновый лист или вот эту успокаивающую маску опять-таки используя под эти маски активные сыворотки но единственная маска под которую может быть и не нужно особо использовать сыворотки но может за исключением мэри лакса это вот эта маска с эффектом фарфоровой кожи которая собственно сама по себе достаточно активная и там уже кажется перегружать кожу дополнительно сыворотками и не обязательно проще потом какую-то сыворотку например актив лифтинг с кофейным полуаном нанести под финальный крем соответственно мы можем в этот протокол включать и массаж лица но соответственно массаж по энзимной маске не делаем то есть допустим у нас идет курс процедур мы это в какой-то в какую-то процедуру сделали массаж по энзимной маски как предухода в какой-то у нас нам не нужна энзимная маска предуход уж мы только делали да недавно вот а мы можем как раз допустим совместить эту процедуру с обычной массажной техникой например по питательному массажному крему спа апельсин вот или сделать вообще по сухой коже лимфодренаж значит и в домашний уход заключение да в домашний уход мы естественно подбираем средства по типу кожи по проблеме опять-таки да если это жирная комбинированная кожа то у нас будет в уходе будут противоспалительные преобладать препараты такие как стопакне дематен например как уходовый гель да либо это может быть пектиновый гель который имеет кислый паш который тоже вот на ночь его хорошо использовать для профилактики постоспалительной пигментации для того чтобы нормализовать паш на у нас все-таки патогенная флора больше любит щелочной паш а нормальная флора которая призвана изгонять патоген большого количества не расплодилась как раз любит слабо кислый паш поэтому в общем пиктивный гель тоже свое достойное место занимает искать в протоколах ухода за проблемной кожей вообще за кожей со склонностью к воспалениям вот так же можно использовать альфа дерм запятую не поставил опечаточка мне здесь то есть если и склонность к воспаления то тогда гель тонизирующий подходит , альфа дерм и соответственно то есть тонизирующие это если есть постак на кожу в витаминах нуждается альфа дерм если все-таки киперкератоз присутствует и нужно как-то регулярно с ним бороться и плюс есть еще пигментация какая-то допустим просто воспалительная и два раза в неделю глубокое очищение зимной маской вот такой вот уход за жирной комбинированной кожи особенно если есть склонность к воспалениям при нормальной сухой кожи опять-таки у нас в уходе будет мягкое очищение из тоников можно предпочесть например тоник с гиалуроновой кислотой вот и соответственно сыворотки по проблеме сейчас отвечу nhân вот и соответственно уже в качестве кремов мы будем использовать днем например увлажняющий крем спой в 10 вечером можем использовать спа апельсин в качестве ночного кстати для кожи которая не очень любят питательные кремы да в качестве ночного можно такой тоже лайфхак использовать крем сыворотку для век с эффектом лифтинга на самом деле крем сыворотка для век ну одна из таких новинок можно сказать наших Она довольно-таки бюджетно получается, особенно для косметологов. Во-первых, она идет не в 15 мл, как обычно средства для век продаются, а 30, как обычный крем любой наш. И, соответственно, ее очень часто используют с успехом в качестве ночного крема как раз для лица и шеи. То есть не только на области вокруг глаз. Тоже такой можно лайфхак взять на вооружение. Она будет, конечно, полегче, чем питательный массажный крем по апельсин. И, соответственно, можно ее вот так вот использовать. И, кстати, даже комбинированная кожа к этому хорошо относится, потому что она очень-очень легкая. Ну и, соответственно, там уже средства, которые селективным действием обладают, гель, например, противотечный вокруг глаз или что-то там еще, сыворотка какая-нибудь, миорелакс, с пептидом, миорелаксантом, мы тогда уже применяем, если есть в этом необходимость. Ну и отдельный такой особняком стоит ретинол, наш активный ретинол. Это сыворотка ретидерма серии НТХ в количестве 0,25%. Там липосомальный ретинол в комбинации со свободным преобладает липосомальный, на самом деле. Плюс там еще 3% неоцинамид, 1% витамин С в форме стабильно, аскорбилоглюкозид. Это, на самом деле, очень активная штука. Если кто-то ее собирается использовать в качестве НТХ, надо очень внимательно ознакомиться с инструкцией, посмотреть видеообзор желательно на сайте, в страничке препарата, потому что активный ретинол, так же, как и ретиноевая кислота, например, чистая, то есть ретиноин, обладает своими нюансами. Ну, естественно, липосомальный ретинол меньшим, конечно, раздражающим потенциалом обладает, чем ретиноевая кислота. Но все равно может быть и подсушивание кожи по первости, да, то есть когда в начале применения у нас кожа истончается немножко эпидермис, она быстрее обновляется, может даже начать шелушиться, может появиться там легкая гиперемия или чувствительность кожи повысится. И это нормально, на самом деле, при применении ретинола. Это регулируется количеством нанесенного препарата, который мы в норме наносим не больше горошины на лицо или двухгорошины, если лицо и шейдкальте, и количеством применений в неделю, да, то есть мы начинаем, как правило, с трех раз, только по вечерам, естественно, вот днем должен быть СПФ. После этого мы переходим на режим через день, например, применяем, и большинству людей достаточно через день ретинола, в другие дни мы используем другие какие-то активные сыворотки, кремы, гели, смягчающие, увлажняющие с гиалуронной кислотой и так далее. И за редким исключением, когда очень плотная, грубая кожа, гиперкератозная, очень запущенная, тогда может быть ежедневно какое-то время, не более, как правило, трех месяцев применяем ретинол, а потом мы переходим все равно на какое-то эпизодическое применение, а летом, как правило, делаем перерыв. Это, конечно, не обязательно, если мы защищаем от солнца очень тщательно кожу свою, и вообще на него практически не появляемся. Но, как говорится, летом чаще всего делают перерыв хотя бы на 2-3 месяца в курсе ретинола. Ретинол – это препарат все-таки уровня 35-40+, а то и 45+. И, соответственно, молодому возрасте он не особо нужен. Единственное, что если назначаются топические ретиноиды и просто крайне плохо переносятся пациентам, можно попробовать заменить их на липосомальный ретинол, у которого, в принципе, несмотря на то, что он используется чаще как антиэйдж, есть и противоспалительная, естественно, составляющая, достаточно неплохая. И, например, пациенты с акне Тарда, с возрастным акне, очень часто замечают как раз вот это благоприятное влияние на то, что меньше становится воспалений. Вот можно, конечно, тогда и в молодом возрасте попробовать поприменять, чтобы хоть какой-нибудь ретинол, да, собственно, убрал вот этот фолликулярный гиперкератоз у пациента, и воспалений было меньше. Вот, отвечу на вопрос. Вебинар по микротокам, если вы имеете в виду именно... Ну, у нас есть где-то там висит вебинар по микротокам, были у нас. Вот, но показывать я не вижу смысла подробно все модели в рамках вебинара. Во-первых, потому что ничего толком и не видно будет особо, потому что это технические возможности немножко другие должны быть. А во-вторых, я не сторонник того, чтобы такие специфические процедуры, как, например, микротоковая терапия классическая, которая требует четких знаний, понимания, анатомии и так далее, топографической, нужно понимать, как мы вообще... Ну, грубо говоря, нужно ставить руку, да, если правильно выполнять эту процедуру. То есть я не вижу смысла выкладывать это вообще в общий доступ, потому что это будет соблазн для людей вообще без какого-либо медицинского образования, знания, анатомии, пытаться это что-то повторить, да, еще и купить при этом профессиональный аппарат, который не имеет больше возможностей, чем обычные вот эти вот массажеры, которые продаются в свободном доступе, и которые, в общем-то, воздействуют на кожу не как классическая микротоковая терапия, а просто за счет улучшения микроциркуляции, за счет небольшого раздражающего эффекта. У нас, кстати, где-то есть вебинар по поводу домашних аппаратов, свое я мнение там рассказываю-сказываю, плюсы и минусы, и можно тоже, если кому интересно посмотреть, но вот именно обучать онлайн, не видя, что вообще за тобой этот человек повторяет, и вообще есть ли у него медицинское образование, понимает ли он вообще, где какие мышцы находятся, в гипертонусе, а не в нормотонусе или в гипо, то есть и с противопоказанием там тоже свои проблемы, то есть нужно... это нет смысла делать в форме вебинара. У нас есть семинары очные, ну, были до вот этих всех проявлений зобиапокалипсиса. Вот, я надеюсь, что все-таки когда-нибудь пандемия закончится, и можно будет проводить опять очные мастер-классы, и, в принципе, там я очень полно даю информацию, как бы, и, в общем, все, кто прошел, даже индивидуальное обучение, в общем, многим не понадобилось. Вот, поэтому, в принципе, лучше обучаться все-таки в каком-то учебном центре, не обязательно у меня, вот, который учат микротоком правильно, и, соответственно, после этого уже делать эту процедуру. Ну, а, конечно, массажеров для домашнего использования это не касается, это там совсем другая, как бы, с ними история происходит. Это не классическая, как бы, физиотерапия, это не микротоковая терапия, в общем, это так половство в некотором роде. Всем спасибо, я тогда с вами прощаюсь, всего вам доброго и до свидания. Спасибо вам, что пришли. Все, это когда отключаюсь потихонечку. Спасибо.